Результаты экспертизы и причины смерти двухлетнего малыша в Ханты-Мансийске озвучат на следующей неделе при условии согласия родителей. Об этом заявили врачи окружной клинической больницы, в которую 1 апреля обратилась мама с ребенком. У мальчика была высокая температура. Педиатр назначил лечение амбулаторно. Утром 2 апреля ребенок скончался дома. Анна Щеброва попыталась найти ответы на некоторые вопросы у руководства детского сада. Добиться каких-либо ответов пока невозможно. Но тем не менее нам пояснили, что карантинные мероприятия в детском саду проведены. Было собрано родительское собрание, где были даны ответы на все волнующие вопросы. Эта трагедия взбудоражила всех родителей воспитанников детского сада «Радуга». Они опасаются вспышки инфекции, которая, возможно, погубила малыша. Нам удалось связаться с мамой девочки, которая посещает группу, где после случившегося ввели карантин. После осмотра медработниками их дочь оказалась в числе тех, кого не допустили к посещению детсада. Накануне смерти мальчика осматривал доктор. Однако ребенка не госпитализировали, показаний к тому не усмотрели. Но со своей стороны, уверяют медики, они провели все необходимые манипуляции. Надо отметить то, что летальный исход носил молниеносный характер. То есть это острейшее заболевание, приведшее к летальному исходу. И требующее глубокого разбирательства. Большое количество исследований на сегодняшний день будет проводиться для того, чтобы установить истинную причину данного летального исхода. Говорить окончательно с точкой о каком-то заболевании на сегодняшний день мы не можем. Врачи и эксперты пока никакой диагноз не подтверждают. И вспышку какой-либо инфекции отрицают. Между тем, несколько детей из этой группы оказались в больнице. Это госпитализированный ряд детей, но совершенно не с теми показаниями, не с тем кругом заболеваний, которые, в общем-то, были предписаны нам, санитарным врачам. Это попутно выявленные заболевания, это устроинфекционные заболевания, ОРВИ и есть подозрения на грипп, которые госпитализированы. Сейчас по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его расследование находится на контроле руководства следственного управления ЮГРЫ. Следователям предстоит провести большой объем следственных действий. Так, с участием независимых специалистов из области медицины будет изучена и тщательно проанализирована вся медицинская документация на малолетнего пациента, которая была изъята из больницы сразу же после поступления сообщения о его смерти. Какую-либо дополнительную информацию СМИ обещали выдать только на следующей неделе, когда станут известны итоги экспертизы, от чего умер ребенок придадут огласки только с разрешения родителей. Анна Щеброва, Андрей Аширов, Вести Югории, Хантамансийск.